Снова хочу поделиться с вами впечатлениями о наборе крючков для тунисского вязания и вы скажете почему для тунисского когда я вяжу как коротким крючком но как видите им вязать очень удобно и поэтому этот набор может применять не только для тунисского вязания но и для вязания вот в любой технике вот как сейчас я вижу за заднюю стенку или обычное вязание коротким крючком то есть можно даже и не покупать крючки короткие крючки но обычно начинают с коротких поэтому наверняка у вас есть но в любом случае такие крючки вам пригодятся вот я даже забыла сейчас про свои короткие хотя они тоже вполне удобные такие вот крючки мне нравятся но я ими тоже пользуюсь но вот этот у меня любимчик особенно когда вот надо точно попасть в столбик как вот в этом случае так сейчас я вам покажу сам набор для тех кто может быть не видел вот в такой в таком красивом чехле так вот он выглядит такие разноцветные красивые вот смотрите как выточенные не знаю как они сделаны крючки очень удобные я просто от них восторге я мечтала таких в продаже еще есть подобные наборы бамбуковых и просто никелированные мне эти понравились больше всех бамбуковые у меня есть тоже недорогие и их вполне можно прикреплять к лескам которые вот идут в этом наборе беленькая леска правда другого я ее отдельно покупала такие вот лески здесь есть все что нужно и ключики и переходники и было четыре лески разных по размеру на 40 60 80 и 100 миллиметров вот как они выглядят и дело в том что эти лески я могу прикрутить также и к спицам но спицы правда из таких тоже из недорогих наборов спицы тунисские крючки причем спицы как металлические такие бамбуковые вот здесь у меня набор бамбуковых и здесь вот металлические как вы видите кто знает наверняка что это недорогие недорогой набор и вот к ним тоже прекрасно прикручиваются эти тросики лески в этих наборах что было неудобно но обычные такие тросики и все они почему-то короткие разной длины но короткие вязать было неудобно и соединять их между собой удлинять тоже неудобно вот еще набор бамбуковых крючков тоже для туниска вязания и вот смотрите они тоже выточен очень хорошо то есть можно прикреплять к ним вот эти замечательные тросики и можно вязать и бамбуковыми крючками вот для одной пряжи лучше бамбуковые а для другой металлические но хотя если у вас есть один набор вполне можно пользоваться одним набором это у меня так просто получилось что такая вот коллекция но я вижу много это не удивительно что у меня столько много и крючков и спиц и вот я накрутила эти эти трусики на спицы для спиц чем удобно можно на правую спицу который мы вяжем прикрутить потолще спицу а слева с которой мы снимаем петли потоньше так гораздо легче вязать и полотно получается лучше особенно если когда приходится вязать в прямом и обратном направлении поворотном вязание тогда у нас изнаночные петли выглядят ровнее и красивее в чем прелесть особенно этих тросиков это в том что они крутятся видите спица она тут не раскручивается она свободно вращается вокруг своей оси на спицах это не очень важно чтобы так вот крутилась а на крючках это очень удобно вот все другие тросики и я вязала крючками ну с такими не снимаемыми как сказать которые не снимаются тросики ими вязать не так удобно как вот этими поэтому вот еще один плюс и что удобно что вот из этого набора можно прикреплять тросики и к этому оригинальному набору и к другим крючкам и спицам но только конечно из определенной линейки вот этих недорогих спиц спиц и крючков и в конце я хочу немного и в конце хочу немного рассказать еще вот об этой пряже ой шикарная пряжа вот варежки которые я связала спицами немного пальцы неудачные получились это еще до стирки но вы видите как они ровно красиво легли петли после стирки они должны очень сильно распушиться потому что здесь две ниточки рассказовской ангоры и ниточка кузьего пуха вот такая прелесть я увидела влюбилась в эту пряжу на экране а сейчас когда еще повязала я вообще в полном восторге от нее и конечно они без сомнения будут теплые да еще один момент я взвесила вот эти толстые ну на взрослых варежки на мою руку вот допустим и они весят две варежки всего 50 граммов если разделить ну затраты пряжи вывести сколько ушло у меня получилось даже не верится рублей 70 я вот сейчас все думаю может я где-то ошиблась но нет так оно и выходит варежки получились легкие потому что пух он легкий ангорка она это тоже легкая не знаю это шерсть или пух часто ангорка бывает и такая пуховая но написано по-моему что шерсть но вот все равно такой эффект что получились очень очень легкие и вот я начала вязать крючком тоже варежки тоже очень красиво ложится полотно крючок у меня номер 7 я вот думаю может даже и восьмерку можно взять вот из того набора как раз вы видели как легко хорошо удобно вязать им и вот получается такое красивое полотно вот сейчас довяжу взвешиваю посмотрю сколько ушло на варежку крючком но варежку я вот в первый раз крючком вяжу поэтому не знаю заранее не буду хвастаться не знаю что получится посмотрю если получится то сниму мастер-класс ну вот пожалуй все до новых встреч до новых встреч до новых встреч